Актуальное интервью Вы считаете, эти поправки можно назвать жесткими? Насколько, по Вашему мнению, нововведения дисциплинируют водители и помогут ли навести порядок на дорогу города? Здесь, наверное, правильнее будет не столько жесткие, сколько адекватные, то есть характеру совершенного правонарушения. И, естественно, изначально, когда закон данный разрабатывался, и сейчас он уже действует, вступил в законную силу, он признан для того, чтобы повысить общую правосознательность водителя и дисциплинировать их. Ну, насколько он будет действенен, я думаю, время покажет, и с учетом определенного периода работы мы уже будем видеть. Ну, на Ваш взгляд, основное, на что стоит обратить внимание, как Вы считаете, какие именно новшества самые важные? Ну, основное, наверное, здесь, это даже, наверное, инновационное, то есть, во-первых, сумма штрафа за правонарушения в области дорожного движения, она не может составлять менее 500 рублей. Значит, помимо того, что ужесточено наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения, также ужесточена ответственность за ряд грубых правонарушений, то есть, это управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, лицом, не имеющим права управления, также проездно-запрещающий сигнал светофора, ну, и также, наверное, все-таки нарушение права регистрации, то есть, управление транспортным средством, значит, не зарегистрировано в установленном порядке, как самое наиболее, скажем так, распространенное правонарушение, кому, в принципе, значение особо не придавалось нашими водителями, то теперь здесь, естественно, и наказание увеличено в виде штрафа до 800 рублей, и введено такое понятие, как повторность. То есть, в случае повторного совершения данного правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей, и лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев. Ну, как Вы уже сказали, действительно, ужесточина ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Можно поподробнее, как именно теперь будут наказывать таких водителей? Наказание будет следующим, то есть, управление транспортным средством в состоянии опьянения, здесь санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет. То есть я хочу обратить внимание, то есть и штраф 30 тысяч рублей, и лишение права управления, то есть не может по себе быть отдельно. Соответственно и опять же новое в законе, такой вид наказания, как лишение права управления, если раньше он выступал только в качестве основного вида наказания, то теперь, как я уже озвучил, может быть и дополнительным. То есть применяться наряду со штрафом. Значит, часть вторая выше указана статьей, это передача управления транспортного следствия лицу, находящегося в состоянии опьянения. Ну, в принципе, нарушение то же самое, что и по первой части, штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления от полутора до двух лет. Более жесткое уже наказание, это управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, не имеющим права управления, либо лишенным такового. Здесь наказание предусматривают в виде административного ареста от 10 до 15 суток. То есть, если ранее законно был предусмотрен арест до 15 суток и у судей была возможность назначить наказание с учетом характера совершенного правонарушения, тяжести, последствий, допустим, от 1 суток до 15 суток. Ну, закон принципиальный в данном положении и теперь наказание назначается от 10 до 15 суток. Опять же, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, он применяется только в том случае, когда лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть применено наказание в виде административного ареста. 12.8, часть 4, это повторное совершение административного правонарушения, предусмотрено частями первой и второй настоящей статьи. То есть, лицо, когда уже было лишено права управления транспортным средством. Опять, наверное, думаю, стоит сначала пояснить, что такое повторность. Здесь внесены определенные изменения, ранее законом предусматривала повторность совершения правонарушения. Это совершение однородного правонарушения в течение года с момента окончания исполнения по предыдущему наказанию. То теперь закон предусматривает, что повторность это совершение однородного правонарушения с момента вступления в законную силу постановления и в течение года с момента окончания фактического исполнения постановления. Так вот, значит, за подобный вид правонарушения устанавливана административная ответственность в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок до трех лет. Но все-таки, если обратиться к статистике, то можно отметить, что ежегодно количество лишенных права управления за вождение в нетерезном состоянии все-таки чуть больше тысячи человек. Вот как вы считаете, вот эти новые жесткие меры, они помогут снизить этот показатель? Ну, я думаю, как я уже изначально говорил, поскольку данные, значит, изменения внесены как раз с учетом того, чтобы поднять общую дисциплину водителя, а также повысить уровень правосознания, поэтому следует надеяться, наверное, что все-таки количество лиц, которые управляют состоянием алкогольного опьянения, в целом состояние опьянения, оно должно снизиться. Ну, из закона теперь введена погрешность алкотестеров. Насколько мне известно, что владельцы, лишенные права управления с показателем, который не превысил вот эту так называемую норму, имеют право вернуть свое удостоверение. Все-таки, как это будет выглядеть? Они будут заново пересдавать или достаточно им будет просто обжаловать решение суда? Ну, действительно, лица, в отношении которых исполняется постановление о лишении права управления транспортным средством, значит, которые лишены права управления и показания прибора, значит, составляли менее 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Здесь порядок определен, то есть, лицу достаточно обратиться в суд, значит, для того, чтобы, значит, пересмотрели вынесенное решение и уже приняли решение о том, значит, освободить от ответственности, поскольку закон, который, значит, он уже отменил ответственность за данное правонарушение. Ну, то есть, все-таки заново пересдавать экзамены? Нет, заново не надо пересдавать, ему будет достаточно в суд, и после судебного решения водительское удостоверение будет возвращено на общих основаниях без пересдачи и, значит, предоставления медицинской справки. Ну, хотелось бы заострить внимание на поправках в части скоростного режима. Давайте посмотрим графику. Исключен штраф за превышение скорости от 10 до 20 км в час. Ранее это наказывалось штрафом в 100 рублей. За превышение скоростного ограничения от 20 до 40 теперь водители заплатят 500 рублей штрафа вместо прежних трех сотен. И от 40 до 60 км в час штрафы остались прежними. Единственное, увеличиваются они при повторном нарушении от 60 до 80 и выше уже вплоть до лишения на один год. Говорит ли это о том, что теперь к нарушителям скоростного режима придется относиться несколько лояльнее? Все-таки, если говорить о превышении скорости до 40 км от установленного ограничения, это всего лишь штраф в 500 рублей. Не найдутся ли водители, которые будут готовы платить систематически эти штрафы и постоянно нарушать? Ну, вы знаете, говорить о том, что произошло какое-то смягчение в части нарушения правил дорожного движения в виде скоростного режима, я думаю, не стоит. Потому что здесь введен ряд изменений, в том числе и дополнительные части, которые предусматривают более жесткие наказания. Само по себе отмена части 1 статьи 12 является следствием того, что минимальная сумма штрафа не может быть менее 500 рублей. То есть, как бы, соответственно, она уже само утратила значение. Ну и решение все равно принималось с учетом проведенных исследований. То есть, в зависимости от того, насколько влияло на безопасность дорожного движения, именно превышение вот такой величины. Поэтому, я думаю, нет, не будет того, чтобы возрастет и кто-то будет этим пользоваться. Еще раз говорю, при повторности, здесь наказание более жесткое, вплоть до лишения права управления транспортным средством. Ну и суммы штрафа, соответственно, как мы уже сейчас рассматривали, значительно возросли. Ну, дороже стала езда для тех, кто игнорирует ремни безопасности. Вообще, это проблема для ноябрьского? Насколько часто у нас водители нарушают это требование правил? Ну, неиспользование средств пассивной безопасности, оно действительно, как бы, процент увеличения здесь присутствует. По сравнению с прошлым годом, если мы будем врать по итогам работы за 8 месяцев, то, естественно, есть небольшое увеличение. Само по себе ужесточение наказания с 500 до 1000 рублей, опять же говорю, по идее, значит, должно, как бы, иметь определенную силу и повлиять на тех, которые пренебрегали до этого средством безопасности. Поэтому время покажет. Ну, а что касается непредоставления преимущества пешеходам, теперь какое наказание за это? За непредоставление преимущества движения пешеходам наказание также увеличено. Сейчас оно составляет 1500 рублей. А сами пешеходы, вот, насколько они законопослушны? В части нарушений правил дорожного движения пешеходам, если мы также посмотрим статистику, то порядка на 300 нарушений по итогам 8 месяцев, показатель больше в этом году по сравнению с прошлым годом. Хочу также, опять же, сказать, что работа в данном направлении проводится. Различные социальные, значит, видеоролики и путем пропаганды в дошкольных учреждениях и в школах, в общеобразовательных, ну и в целом для всех жителей. То есть, как бы, в этом направлении работа проводится. Ну, вместе с тем народ продолжает нарушать и, естественно, остается только пресекать данный вид правонарушения. У меня есть еще один вопрос, который сегодня беспокоит в основном молодежь. Говорят, что нововведение предусматривает штрафы за излишне низкую посадку. То есть, как-то сейчас модно спиленные пружины. Действительно ли это так и чем это чревато? Ну, за это предусмотрена административная ответственность, частью 1 статьи 12.5 Кодекса административных правонарушений. То есть, управление транспортным средством при наличии условий неисправности, при которых эксплуатация транспортного средства запрещается. Ну, дело в том, что само по себе внесение определенных изменений в конструкцию, оно не может не сказаться на безопасности дорожного движения. Изначально заводам-изготовителям, значит, при выпуске транспортного средства, соответственно, оно имеет определенную сертификацию, соответствует определенным ГОСТам. То есть, высчитаны все параметры, которые позволяют двигаться данному транспортному средству безопасно. Поэтому любое изменение, которое может отразиться на этом, на безопасности дорожного движения, оно недопустимо. И, конечно же, если такие моменты присутствуют, хотелось бы все-таки довести, значит, что ни в коем случае таких изменений делать не следует. Как Вы считаете, Вы сможете за это наказывать или для этого нужны какие-то дополнительные силы, я имею в виду, может быть, подключение технодзора? Ну, при выявлении подобных правонарушений в любом случае наказание будет применяться, то есть такие факты не могут продолжать иметь место. Поэтому, соответственно, если лицо управляет с нарушением, значит, к нему будет применено соответствующее наказание. Ну, может быть, Вам хотелось бы что-то сказать нашим зрителям, пешеходам и всем участникам дорожного движения? Обратиться ко всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения, о том, чтобы они действительно задумывались, если это водитель, что он управляет источником повышенной опасности, если это пешеход, пассажир, значит, либо иной участник дорожного движения, то есть лицо управляющим мопедом, велосипедом, о том, что правила не созданы для того, чтобы все-таки их соблюдать, а не для того, чтобы их нарушать. Поэтому от того, насколько правильно будем придерживаться тех правил, которые установлены, прежде всего зависит наша безопасность. Спасибо большое. Я еще раз хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был заместитель начальника госавтоинспекции «Ноябрьска» Василий Нохнин. Спасибо Вам большое, что выбрали время. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok